Филипп Арьос, французский историк, автор работ по истории и повседневности, семьи и детства, предметом его наиболее известной книги «Человек перед лицом смерти» является история отношения к смерти в европейском обществе, автор трудов, посвященных детству, ребенку и отношению к нему при старом порядке, преимущественно в 16-18 вв. В своих работах показал, что и отношение к детству и восприятие смерти суть важные предметы исторического анализа. Личность Арьос занимал уникальную позицию в мире французских интеллектуалов. Большую часть жизни он не имел академического статуса. Почти 40 лет он проработал на руководящей должности в департаменте, занимающемся импортом во Францию тропических фруктов. В частности, он внес вклад в техническое информационное перевооружение службы импорта. Сам себя Арьос называл «воскресным историком», имея в виду, что он работает над историческими трудами в минуты отдыха от основного места службы. Так называется его автобиографическая книга, изданная в 1980 году. При жизни Арьоса его работы были гораздо больше известны в англоязычном мире, нежели в самой Франции. Лишь в 1978 году он получил запоздалое академическое признание и пост в Высшей школе социальных наук, директором которой был историк Франсу Афюри. Сам Арьос считал себя правым анархистом. Был близок к ультраправой организации «Аксен Францес», однако со временем дистанцировался от нее как от слишком авторитарной. Сотрудничал с монархическим изданием «Ланейшен Франсейс», однако это не мешало ему состоять в тесных отношениях с рядом левых историков, в особенности с Мишелем Фуко. Работы «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» Книга, вышедшая во Франции в 1960 году, является одной из наиболее важных работ по истории детства, так как по существу была первой значительной работой, посвященной этому вопросу. В своей работе Арьос выдвигает тезис о том, что в средневековом обществе идей детства как таковой не существовало. Отношение к детям развивалось с течением времени по мере изменения экономической и социальной ситуаций. Детство как понятие и как специфическая роль в семье возникает в XVII веке «Человек перед лицом смерти». Работа «Человек перед лицом смерти» издана в 1977 году на русском языке. В 1992 главной тезис Арьиса, развиваемой им в книге, существует связь между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определенном этапе истории и самосознанием личности. Типичные для этого общества, поэтому в изменении восприятия смерти находят свое выражение сдвиги в трактовке человеком самого себя. Арьос намечает пять главных этапов в изменении установок по отношению к смерти. Первый этап – это состояние прирученной смерти, остающейся стабильным в широких слоях населения, начиная с архаических времен до 19-ти. В данном термином Арьос подчеркивает, что люди на этом этапе относились к смерти как к обыденному явлению, которое не внушало им особых страхов. Человек органично включен в природу и между мертвыми и живыми существует гармония, поэтому прирученную смерть принимали в качестве естественной неизбежности. Отсутствие страха перед смертью у людей раннего средневеков Арьос объясняет тем, что, по их представлениям, умерших не ожидали суд и возмездий за прожитую жизнь и они погружались в своего рода сон, который будет длиться до конца времен, до второго пришествия Христа, после чего все, кроме наиболее тяжких грешников, пробудятся и войдут в Царствие Небесное. Второй этап утверждается интеллектуальной элитой в период между Экса и 13 ВВ, на основе идеи страшного суда. Представление о суде на трудом человеческим сменяется новым представлением о суде индивидуальном, который происходит в момент кончины человека. В своей смерти человек индивидуализируется, собственная идентичность берет верх над подчинением коллективной судьбы. Этот этап является результатом трансформации человеческой судьбы в сторону ее индивидуализации. Третий этап эволюции восприятия смерти. Смерть далекая и близкая, он характеризуется парьесу, крахом механизмов защиты от природы, их к сексу и к смерти возвращается их дикая, неукрощенная, несмиренная ритуалами сущность. Символом этой эпохи для ученого становится Маркиз де Сад. Четвертый этап многовековой эволюции в переживании смерти. Смерть твоя. Комплекс трагических эмоций, вызываемый уходом из жизни любимого человека или друга. На взгляд Арииса новое явление, связанное с укреплением эмоциональных ус внутри семьи и вообще между людьми. С ослаблением веры в загробные кары меняется отношение к смерти. Ее ждут как момента воссоединения с любимым существом, ранее ушедшим из жизни. Кончина близкого человека представляется более тягостной утратой, нежели собственная смерть. Романтизм способствует превращению страха смерти в чувство прекрасного. Пятый этап, названный Ариисом «Смерть перевернутая», характерен для 20 века. Когда общество вытесняет смерть из коллективного сознания, ведет себя так, как будто ее не существует, как будто вообще никто не умирает. Ариос задавался вопросом, почему менялось отношение к смерти. По его мнению, восприятие смерти европейцами определяли четыре параметра. Индивидуальное самосознание, защитные механизмы против неконтролируемых сил природы, постоянно угрожающих социальному порядку, вера в загробное существование, вера в тесную связь между злом и грехом, страданием и смертью, образующая базис мифа о падении человека. Эти переменные вступают между собой в различные сочетания, сложно меняющиеся в ходе истории. Список работ Список работ Список работ Список работ Список работ Список работ 1992 Ариос в ребенок и семейная жизнь при старом порядке Екатеринбург Иства Уральского университета 1999 Ариос в ремии истории М. Оги 2011 Ариос в размышления над историей гомосексуальности